Более подробно мы обсудим с главным редактором израильского издания «Детали» Эмиль Шлимович, с нами на связи. Эмиль, здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Первый вопрос сразу из обобщенного. Ранее Владимир Зеленский уже говорил с старым новым премьером Израиля. В свою очередь также есть разногласия, возможно, касательно неких позиций. Кстати, к слову говоря, также и посол Израиля в Украине, если я не ошибаюсь. Это недавняя история, где он сказал, что Израиль единственная демократическая страна, которая не соболезновала украинцам в случае массовой гибели. Можете ли вы сейчас в таких общих чертах объяснить в целом позицию Израиля касательно Украины? Потому что мы знаем, что Израиль как-никак поддерживает Украину, в свою очередь, и продолжает также дипломатические дискуссии. Пожалуйста, Эмиль. Смотрите, к власти пришел человек, который в 2019 году вывесел на штабе своей партии большой плакат, в котором он ручкался с Путиным и говорил, что они вместе составляют другая лига. Значит, к власти пришел человек, при котором Израиль отказался осудить аннексию Крыма в 2014 году. К власти пришел человек, которого принимали в России. И вот сейчас вы знаете, что на Дне-Тониагу идут суды. Мы узнаем много интересного из показаний и свидетелей на этих судах. Рассказали о том, как там устроили один из ужинов для него, для его супруги, который обошелся в 24 тысячи долларов, а оплатил это все какой-то конкретный, неназванный российский олигарх. То есть в Израиле достаточно много политиков, которых Россия подтягивала к себе самыми разными способами. Ждать, что Нитаньягу сейчас неожиданно поменяет свои взгляды и станет Путина критиковать за что-то, я уверен, что он не хочет. Во-первых, потому что это просто люди примерно одного склада. Нитаньягу гедонист, Нитаньягу достаточно авторитарный лидер. Просто он не может позволить себе того, что позволяет себе Путин в России. Но хотел бы это позволить себе. Если вы посмотрите на сторонников Нитаньягу, то 14 признаков Умберта Эка в отношении определения фашизма, некоторые из них там просматриваются тоже. И в нынешних публикациях по поводу беседы нашего министра иностранных дел Сулаврова Коэна это тоже сквозило. Поэтому ждать от нынешнего правительства, правого, правительства сильной руки, правительства, которое смотрит на Путина с уважением, хотя для этого нету объективных причин, ждать от него чего-то вменяемого в отношении Украины я бы не стал. Я очень хочу ошибиться в этом прогнозе, но я не верю в то, что от Нитаньягу Украина сможет что-нибудь получить. Я ссылался как раз на посла Украины в Израиле Евгения Корничука, который об этом сказал. Но стоит отметить, ведь Владимир Зеленский остается рукопожатным с примером Израиля. Значит, диалог есть, значит, дискуссия есть, и какое-то общее видение, но присутствует или не так? Это не общее видение. На мой взгляд, это абсолютно взвешенный и правильный подход Зеленского, который считает, что да, все равно в Израиле сейчас все зависит от Нитаньягу и его пристах. Даже когда мы говорим о том, что министр иностранных дел, или Коэн упомянутый общался с Лавровым, то это не более чем тряпичная куколка на руке Нитаньягу, и такими же куколками являются прочие его министры. А Нитаньягу надо льстить, его надо сравнивать с Черчиллем, надо напоминать, что это носитель одного из высочайших IQ в истории, я уж не помню, Израиля, человечества или галактики, и так далее и тому подобное. Поэтому да, и кроме того, на самом деле остается еще шанс на то, что удастся заставить Нитаньягу хоть как-то изменить курс. Зависит это, на мой взгляд, не столько от его желания, а нисколько от силы давления, которое могут оказать американцы. Американцы начали уже давить, на мой взгляд, недостаточно, Израиль будет отбрыкиваться, но у американцев очень много возможностей давления. Во-первых, это военная помощь в 38 миллиардов за 10 лет по закону, который иногда еще и увеличивается, это много денег. Это совместные оружейные проекты, это возможность блокировать некоторые оружейные сделки израильского ВПК. У нас в прошлом были истории, когда, скажем, блокировали сделки с Китаем, из-за чего Израиль терял много денег, да. Но Америка это очень влиятельный стратегический партнер. Говорить постоянно нет такого уровня партнера просто невозможно. Поэтому, когда сейчас Америка начала просить поставить, скажем, противоракетные комплексы «Барак» и «Спайдер», то будет труднее объяснять, почему мы этого не делаем. Старые объяснения-то уже не работают, понимаете. Когда Россия утащила половину своих ракетных систем, вот этих С-300 из Сирии, там еще остались системы, они на самом деле могут создать определенные проблемы Израилю. Они вообще могут создать проблемы Израилю на разных направлениях. Из-за сотрудничества с Ираном, может быть, Хизбалла активизируется против наших, ну, либо газовых месторождений, либо вообще против северной границы. Они могут устроить поставки палестинцам, Хамасу на западном берегу. У них много возможностей пакостить. В этом нет сомнений. Это психология обычных террористов, обычных гопников. Но мы почему-то эти возможности всегда преувеличиваем. И я вот, честное слово, не уверен, что если бы, ну, например, просто мы бы послали туда не две с половиной тысячи касок и бронежилетов, а 25 тысяч, или если бы наш госпиталь работал на границе с Украиной не пять недель, а пять месяцев, то Россия тут же начала бы с нами воевать на северной границе. Надо все-таки грани страха иметь. Ни Танягу это неинтересно. Я еще раз повторю, мы не знаем, что на этого человека и на его семью содержится в папочках, накопленных ФСБшниками за эти долгие годы. Как и на ряд других министров, что в нынешнем правительстве, что в предыдущем правительстве. Россияне долго работали над тем, чтобы этих людей к себе поплотнее притянуть. Но мы знаем, например, что, ну вот, скажем, сын Нитаниабу младший, он там свое время сходил в стрип-клуб в Израиле, его на этом поймали, пожурили. Ну, молодой пацан, бог с ним. А еще мы знаем, что он летал вместе с Биби в Россию. Где его там гуляли, как его там принимали, этого же мы не знаем. И, видимо, до падения режима Путина не узнаем никогда. Поэтому мы не знаем, чем конкретно объясняется нежелание Нитаниабу отворачиваться от России. Но интересов государства Израиля, несмотря на все его объяснения, я в этом не вижу. Да, вы сейчас говорили, возможно, неправильная параллель, но почему-то вспомнила Лукашенко. Как-то какие-то моменты такие... Ну, я имею в виду вот тоже вот эти поездки, вот эти встречи, да, и когда Александр Григорович всегда берет своего сына с собой, Николая. Но, возвращаясь к Израилю, хочу вас тогда спросить. В нашем материале коллеги говорили об этом, и вы сейчас уже тоже начали говорить. Согласны ли вы с тем мнением, что сейчас премьер-министр Израиля, он преимущественно сосредоточен именно на возможных проблемах все-таки своего государства, а не на уже существующих угрозах для Украины? Потому что вот мы сегодня вспоминали посла Украины в Израиль и Корнейчука. Он как раз сказал, что... Кстати, два уже телефонных общения было у президента Украины и премьер-министра Израиля. И вот как раз Корнейчук говорит о том, что когда шло обсуждение совместной борьбы с иранскими дронами в телефонном разговоре, то Нитаньяхов стал рассказывать, что в таком случае может обостриться угроза Израиля со стороны Ирана. И как раз вот это его больше беспокоит, чем то, что на самом деле происходит, ну, так прозвучало в Украине. Это ли действительно является реальной причиной того, что, ну, Израиль не настолько, возможно, как бы оказывает помощь, о чем всегда и говорит и президент Украины, что бы хотелось получить от Израиля? Возможно, это одна из основных причин? Или это все-таки тоже? Одна из причин, да. Дело в том, что Иран не имеет опыта боестолкновения с израильскими системами. Практически не имеет. Упомянутая система БАРАК, это система корабельного базирования, некоторое время назад она поставлялась в Саудовской Аравии тоже. Она задействована была против одного из иранских щупальцев, это хуситы в Йемене. Но всем же понятно, что Иран пытается испытывать свое вооружение на украинском, ну, я извиняюсь за это слово, военном полигоне. Если там появятся израильские системы ПВО, то иранцы начнут накапывать опыт борьбы с этими системами ПВО, искать их слабые места. Точно так же, как и наша разведка работает. В Министерстве обороны вообще есть отдел, который отслеживает все военные компании мира на предмет того, как использует ста или другая техника для того, чтобы делать какие-то инновации. Вот, в этом, эта опасность существует. Даже не опасность захвата какого-то оборудования для того, чтобы потом разобрать, скопировать и так далее. Это опасность прощупать слабые места. Но, как бы, да, такая опасность есть. И, разумеется, к тому же, любой лидер абсолютно, хоть не Таньягу, хоть Лапид, абсолютно любой лидер заботится о собственной стране в первую очередь, а уже, как бы, забота других лидеров, это заботится об их странах. Но эти интересы очень часто совпадают. И, на мой взгляд, когда... Если бы Израиль сказал, знаете, мы вот по этой причине не поставляем в Украину вооружение, но зато мы завалим вас генераторами, трансформаторами, касками, поставками газа, продуктов, оборудования для производства воды. Ну вот не можем мы по каким-то причинам помочь вам вооружением, но вы получите от нас все остальное. А я, к сожалению, ничего этого тоже не вижу, потому что другие люди тоже это блокируют. Я не знаю, каким образом потеряется какая-то информация, если Израиль введет санкции против российских активистов или российских олигархов, богополучно обитающих здесь. Я не знаю, какая может возникнуть проблема, ввести какие-то дополнительные санкции. Израиль – единственная страна, которая вообще никаким санкциям против России не присоединился. Хотя никакой экономической зависимости от России у Израиля нет. Ну, кроме там, может, поставок стали, которые, в общем-то, заменяемы. Позиция Израиля необъяснима. Что касается нашего посла, например, я некоторое время назад видел его фотографию о том, как он отчитался о гуманитарной помощи, когда он привез тонну еды для кошек и саббат в приют Киеве. Как бы мне лучше вообще такого не видеть у господина Бродского никогда, потому что он представляет мою страну, он представляет меня тоже. И, ну, если уж ничего не делаете, то зачем же позориться? Меня, вот лично израильтянина, зачем подобным позорить? У Израиля масса вещей, помимо оборудования, которое, может быть, на самом деле мы не хотим поставлять Украине для того, чтобы не потерять что-то в защите собственных граждан, но у Израиля огромное количество возможностей усилить поддержку Украины, которые до сих пор не применяются. И это неверно с точки зрения интересов Израиля. Я уже не говорю о том, что это морально неверно. И мы вот с Лейлой только что обсуждали, ведь из-за резолюции ООН Израиль тоже не голосовал в отношении России. Там резолюция касательно осуждения военных действий, убийства. Я не хорошо голосовал. На стороне Украины... А, голосовали? Да, да, да. Израиль голосовал как бы в ООН. Мы просили наоборот, чтобы Украина повернулась в другую сторону как бы и проголосовала на нашей стороне, когда там обсуждалась очередная пропалестинская резолюция. Было принято решение, что Украина просто не принят голосование, участие, что тоже нормально, нейтральная позиция. Это то, чего раньше не было. И, кстати, в ноябре были уже тоже случаи, когда Украина воздержалась по резолюции антиизраильской по сирийских Галанам, когда Украина дважды не приняла участие в голосовании по правам палестинцев там в комиссариате ООН. То есть движение какое-то на этом поприще есть, несмотря на то, что израильский посланник в ООН на просьбы Украины говорить об агрессии России, включать это в какие-либо документы, отвечает постоянным отказом. Их даже встретить между собой, вот Кислицу и нашего, не получалось довольно долгое время. Но на дипломатическом фронте хоть какое-то продвижение у нас. Не продвижение, скажем так, а сближение остается. Просто я почему говорю о проблемах, которые Израиль создает сам себе? Ведь война закончится, и в войне победит Украина. И победит она с нашим оружием израильским, без нашего оружия израильского. В мире много стран, которые Украине помогут. Как бы вообще не вопрос. Когда Израиль отталкивает человека, или страну в данном случае, которая, истекая кровью, просит помощи, то завтра Израиль не придется своими проблемами, как было буквально перед войной, когда мы попросили и в Украине приняли закон о противодействии антисемитизму. Вот мне, например, израильтянину и еврею неприятно, что в Украине есть улицы имени Теллиги, и неприятно, что нету закона о реституции. Эти вопросы можно было бы решать, если бы отношения между нашими странами были бы дружественными. Но когда Израиль ведет себя так с Украиной, когда страна оказывается в трудном положении, то кто упрекнет Украину за любой отказ Израиля, когда она из этого положения выйдет? Мы стреляем сами себе в будущее. Но, с другой стороны, все-таки Израиль, как ни крути, пытается нейтральную позицию сохранить. И не так, как, например, опять же, вспоминаем, месседж Лейлы, такое сравнение с Лукашенко, да? Да, Лукашенко, понятное дело, самобросложенный президент Беларуси. Ну, грубо говоря, простите за прямоту, это ручная игрушка Путина. Ему приходится такое говорить. Тут о нем речь не идет. Но, с другой стороны, а может ли Израиль каким-то образом помогать Украине даже в плане борьбы с Ираном? Потому что я напомню, что Украина не раз уже официально заявляла о том, что Иран поставляет ударные беспилотники, шахет, в Российскую Федерацию, та, которыми атакует инфраструктуру Украины. Тут может быть какой-то вообще прогресс, процесс в помощи Украине со стороны Израиля? Оно, насколько я понимаю, и есть. Ну, во-первых, данные разведки, они действительно играют большое значение не только в борьбе с иранскими дронами, а вообще для украинской армии. Израиль располагает и собственными спутниками. Израиль получает информацию от множества западных стран. У нас свои огромные возможности внутри Ирана, что доказано буквально рядом инцидентов последних, к которым мы отрицаем свою причастность, правда, не сильно, не шибко активно. Это во-первых. Во-вторых, Израиль... Опять же, не Израиль, мы не принимаем это на себя, но некие неназванные самолеты периодически уничтожают заводы, в том числе и конвои, ракет, которые переправляться должны были на украинский фронт. Любой ущерб, который наносится Ирану в Сирии или на любой другой площадке, он, в общем-то, в той или иной мере ослабляет его возможности. Может ли Израиль сделать большее для борьбы с Ираном, но это только на военном поприще. Там, условно говоря, как мне рассказывали военные, опять же, ну, это может быть просто не про Иран, а вот комплекс Габриэль, он в состоянии отогнать российский флот в сторону Крыма. Да, он просто разблокирует море в этом случае, и все. Но Израиль не разрешил его поставку. Может или нет, сказать трудно, для того, чтобы работать против Ирана сильнее, скорее всего, нужно просто поставить ПВО, но у военных свои соображения, почему они это не делают. Ну и, в свою очередь, да, если вы говорите, в том числе за систему железных купол, о котором Украина также говорила, и просила Израиль. Это купол с работы. Железный купол, ну, во-первых, у Израиля его просто нет. То есть его нет в тех количествах, мы не можем его передать. Любое оборудование, которое будет вам передаваться, его сначала все равно должны выпустить. Во-вторых, железный купол — это система, которая работает против других ракет. Вам в таком случае нужны, скорее, системы железных щит, рафаевские, как бы некоторые другие наработки. Железный купол хорош, когда у вас есть все остальное. Железный купол у Израиля противовоздушная оборона — это четыре эшелона. То есть это ХЭЦ-3, потом ХЭЦ, потом Проща Давида, и только потом железный купол. А помимо этого вот сейчас еще и железный щит, и системы, которые должны принимать минометные снаряды, вплоть до танковых снарядов и так далее. То есть это глубоко эшелонированная оборона, она вам просто по техническим параметрам не нужна, и вам этих железных куполов нужно столько, что вы представляете, что Израиль до сих пор не полностью перекрыт как бы железным куполом, разными установками, хотя территория, ну она же несравнима просто. И есть гораздо более серьезные системы против более серьезных ракет, антидроны есть. Есть многое, чего можно поставить. Или даже не поставить, а просто разрешить другим странам, куда это уже было продано, чтобы они поставили это Израилю. Но запрет, я напомню, ввел еще Яйлопит и его правительство. 5 февраля, если не ошибаюсь, он запретил эти поставки. Вам огромное спасибо, Эмиль, за ваши комментарии, за то, что присоединились к нашему эфиру. Напомню, главный редактор израильского издания «Детали» Эмиль Шлемович был на прямой связи с нашей студией.